Сегодня мы продолжим наше увлекательное путешествие через жизнь. И мы хотим уделить внимание на некоторые аспекты, которые, с одной стороны, могут очень помешать. И если мы их по-настоящему поймем более в глубине, они нам, наоборот, помогут. Начнем с того, что мы говорили о разных возвышенных целях, о ценностях, как, например, тфила, молитва. Мы говорили, что мы не сможем ничего достичь без того, что мы обращаемся к Творцу, мы просим у Него. Мы говорили о том, что дибур, наша речь, мы должны понимать, что наша тфила, наша молитва будет только вот эта сила, эта связь с Творцом, когда мы тоже будем обращать внимание на нашу речь. Мы также говорили о битахона и муна, о вере, о уповании на Творца и что насколько это должно быть частью меня, частью моей жизни. Иногда человек, когда начинает работать над этими вещами, это должно стать повседневной, рутиной, это что-то, что я стараюсь улучшить, стараюсь продвинуться. И часто человек в какой-то момент чувствует, что он не продвигается, он чувствует, что он постоянно делает те же ошибки, он постоянно как-то видит, что его внутреннее состояние, оно не соответствует тому, что он действительно я хочу от себя. Это не соответствует этим целям, которые я поставил себе. Очень часто у людей, которые начали соблюдать митцвот, соблюдать, вернулись к иудаизму в зрелом возрасте, они вначале, есть огромнейшее вдохновение, если человек вдруг начинает видеть, что его жизнь выполняется смыслом, он понимает, что его повседневность, его рутина, опять же, митцвот, это шаббат, это кашрут, это брахот, его жизнь полностью изменяется, он начинает учиться, это в какой-то момент приходит к стагнации, приходит какое-то восстановление, он видит, что он достигает уже, он уже соблюдает все, он уже полностью старается себя интегрировать в это общество, и он, его митцвот уже не, у них нет такая свежесть, такое вдохновление, как такой энтузиазм в начале, и он чувствует, что он не продвигается. Я уже все, все стало частью этой, опять же, этой рутина, и уже нету такого вдохновления, которое было в начале, и человек чувствует, что я уже, я застыл, я не продвигаюсь дальше. Более того, это не просто, что я не продвигаюсь, я наоборот, я чувствую, что я не делаю то, что от меня ожидается, я не живу теми идеалами, в которых я верю. И это часто может повлиять на то, что у меня будет отчаяние, у меня будет такое чувство, что я, опять же, вот эта стагнация, вот этот вот тупик. И здесь Робус Росланта в своих письмах, он пишет об этом, он пишет о учебе мусара, о учебе, когда человек старается работать над своими качествами, и он видит, что в каком-то момент он не сдвигается, ему кажется, что он на том же месте даже хуже, он видит, что у него все больше и больше этих качеств, которых он должен изменить, улучшить себя, и он, это не происходит. Он пишет так, что, чтобы твое сердце не падало, и не быть, не впадать вот в этот и уж, безнадежность, отчаяние, потому что каждая учеба, каждое слово, каждая идея, которую ты сталкиваешься, которую ты слышишь, и ты стараешься как-то ее понять, это да, делает отпечатать над моей душой. Это постоянно делает небольшое изменение в себе, я не вижу это. Это очень-очень тонкое, очень-очень плавное изменение. И если человек до этого не умел читать, теперь он начался читать, до этого он не знал благословения, он теперь говорит благословения, он не знает, что такое шаббат, и он соблюдает шаббат, это громче изменения, человек видит, насколько он до этого, это не делает, сейчас он видит. После того, как он уже достиг какого-то уровня, он думает, что уже нет этих главных, таких фундаментальных изменений, таких огромных шагов вперед. На самом деле, каждый раз, что он учит что-то, он старается понять, он старается углубиться в что-то, в какие-то идеи, какие-то, опять же, свои качества, это постоянно делает какой-то отпечаток на мне, это постоянно меня куда-то продвигает, это очень маленький отпечаток. Фресосантр пишет в двух местах, в другом месте он, именно это он говорит, что это как вода, как капельки воды, которые падают на камень, так же мы совершенно не видим, чтобы что-то произошло. Но на самом деле, если мы будем ждать достаточно долго времени, мы увидим, что действительно там будет огромное изменение. Это всем напоминает Рабья Киву. Возможно, мы говорили об этом, но это очень красивая идея, что где в первый раз в Торе мы видим слово шаа. Шаа, шаа это обычно переводится час, ма шаа это сколько времени. В Торе первый раз, когда используется это слово, обычно Вильямский Гоин говорит нам, что это говорит нам о сути, о сущности этого слова. Первый раз, когда в Торе мы видим это слово, это Берешит, в самом начале, Вулиэ шаа Яшем не повернулся к Корбану, к приношениям Кайна, он принимает то приношение, которое приносит ему Хевель, к Кайну он не поворачивается. Вместе от вели, что шаа, это человек, это кто-то, кто поворачивается, он изменяет что-то. Поэтому, видно, шаа, время, оно постоянно двигается, оно постоянно переворачивается, постоянно идет дальше. В Гиморре сказано несколько раз, что когда какой-то человек делал какой-то подвиг, какое-то очень большое изменение в себе, то о нем было сказано есть кто-то, кто получил, кто заслужил следующий мир в одну секунду, в один момент, в одно движение, это люди, которые сделали или чего, они раскаялись о чем-то, или они знали какой-то подвиг, они в один момент заслужили следующий мир. Это выражение Еш коне оляму бешахас, первая буква его это Акива, именно рабе Акива, когда он пошел учиться, он оставил свою жену, он действительно сказал, что я начну с самого начала, он отправляется туда, он сидит там в хейдере в начальном классе с мальчиками, которые только начинают учить алабет, так он, через некоторое время он приходит в отчаяние, он говорит, что это не для меня, он возвращается по пути, он видит, как всем известно, как вода падает на камень, и он говорит, что если вода может изменить камень, то Тора, которая как огонь, она сможет изменить мое сердце. Вот это вот ша, что рабе Акива повернулся, он повернулся, и он увидел это, и он задумался об этом, это Еш, рабе Акива, это Акива, это слово Еш кое на оляму бешахас, тем, что повернулся и задумался. О чем, что увидел рабе Акива, именно этот концепт. Он увидел, что сначала наверняка он пошел, наверняка он перегнал всех этих мальчиков, в какой-то момент он уже знал все, но потом он увидел, что есть какая-то стагнация, он уже видит, что нет никакого прогресса. И здесь он видит, что да, это есть прогресс, это видит, что эти маленькие капельки, которые постоянно капают, они да, приводят к очень большим изменениям. И поэтому он возвращается, надо себе представить, кто такой рабе Акива, рабе Акива ему 40 лет, когда он начинает учиться, за следующие 80 лет он становится главным преподавателем, главной передачей устной Торы. Это тот, кто когда Мойша Робейну видит, о чем он показывает рабе Акиву, Мойша Робейну спрашивает, если есть такой человек, как рабе Акива, почему ты дал Тору мне? Я имею в виду, что рабе Акива и Мойша Робейну, это две части, это устная и письменная Тора, это кто-то, кто достиг самого великого его ученики, пять учеников, рабмея, рабе Гуда, рабшиман, рабьеси, рабельязы, это главное, это весь Талмуд был построен только от рабе Акива. Он начинает 40 лет и он готов остановиться, он уже возвращается назад и что ему его спасает, что он поворачивается, он задумывается именно об этой идее, что да, я могу, я не вижу больших уже изменений, я не вижу уже каких-то огромных шагов, каких-то фундаментальных, каких-то действительно огромнейших изменений, но на самом деле они есть, на самом деле они просто по-другому, они более тонкие, они более мягкие, и это продолжается, продолжается, он возвращается и он становится, как про отцом устный Тора. В Раволбе, в своей книге Али Шор, он объясняет очень красиво этот парадокс, что когда человек садится, он говорит о подсознании, те такара, я помню, когда я учился в Ишевадмир, то Раволбе, он приходил каждые две недели и он именно говорил о подсознании, он даже перевел на английский, чтобы точно все поняли, о чем он говорит. Там он приводил пример про одного Талмитхохама, про одного Рава, у которого есть сын и также у него есть ученик. Его сын, он, к сожалению, очень далек от Торы, он ничего не соблюдает, он ничего не делает, он наоборот, он делает все против воли Ашема, против своего отца. И с другой стороны, этот ученик, он полностью идет по стопам этого Рава, он все соблюдает и так далее. И сказал Раволбе, что когда в середине ночи будет костер в этом доме, будет огонь, будет пожар, то очень вероятно, что этот Рав побежит спасать своего сына. Хотя это что-то, это показывает, это наше подсознание, это что-то, что внутри, это гораздо более глубоко, чем какой-то инстинкт или рефлекс, это что-то, что является частью нас и что надо посмотреть, насколько это правильно, насколько это, и стараться это очень тяжело изменить. В подсознании, говорит Раволбе, значит, есть очень интересный парадокс, то, что бывает с нами. Мы начинаем учить что-то, мы начинаем работать над собой, мы хотим, чтобы наша твила, наша молитва, наши слова, наша речь, наша иммуна, наша вера, упование были на очень высоком уровне. Мы стараемся, мы думаем, мы это мучим, и мы видим, что это насколько это далеко от этого идеала, насколько мы далеко от этой цели, видим, что мы спотыкаемся здесь и там и сям, и нам кажется, что плохо, выглядит все плохо. Это юж, это отчаяние. На самом деле, он объясняет то, что Рабиса Лассандра говорит, что говорит Раволбе, что в тот момент, когда я начинаю что-то учить, начинаю углубляться в Тор, то это открывает во мне, я начинаю понимать, что у меня внутри, я начинаю понимать, какие у меня изъяны, на чем мне нужно работать, и это начинает этим, то, что я это изучаю, это уже начинает поправлять это, это начинает уже это улучшать, это начинает уже, я начну замечать эти вещи. И парадокс является в том, что до этого другой человек, который на самом деле не работает, он не видит этого, он не видит этих изъянов, он не видит этих проблем. И кажется, с одной стороны, что человек чувствует легче, ему проще, проще жить. Но на самом деле, тем каждой этой учебой, каждым углублением, каждое, что я окунаю в Тор, это постоянно, вот эти вот капельки, они постоянно улучшают меня, они постоянно изменяют меня в лучшую сторону. И человек, который это делает, ему кажется, что он хуже всех, ему кажется, что он далек от совершенства, на самом деле он постоянно себя улучшает, постоянно растет. Он растет, он выше всех тех вокруг него, но он должен понимать, как это работает, он может понимать, он может этим сломаться, может впасть в отчаяние, если он не понимает, как это учить, как это работает, он может подумать, что он безнадежный, он видит все больше и больше, чем больше он копает, тем больше он открывает в себе, тем больше он узнает, к чему нужно стремиться, тем больше он видит, насколько ему далеко. На самом деле нет, он постоянно себя привлекает, он приближает как он постоянно растет это капелька не капают капают они постоянно его изменять поэтому это очень важно для понимать вчера когда мы давали аудио шеур про мы говорили о кедуша бета-кнеса это святости синагогия святости местом не учит мы учимся это это что если это место которое зоны для молитвы и для для торы то наше поведение должно соответствовать этому должны как наша речь что мы делаем что мы смотрим что мы приносим туда как она должна быть совершенно по-другому и вчера мы давали об этом урок и сегодня когда был синагоги я чувствовал меня начали быть сомнения я что-то сказал может быть нужно было сказать вне синагоги нужно было можно было это вообще не говорить и я начал как бы сомневаться ему что я только мы только что вчера об этом преподавали мы только что об этом любили света и на следующий день я уже мне я не не соответствую тому о чем мы говорим мне это не соответствует мое поведение не соответствует о тех же законах хотя же целях которые мы составим и на самом деле это это этот концепт что когда мы начинаем обращать внимание на это мы начинаем быть более чувствительным к этому это показывает действительно что еще еще есть на чем работать но это мы уже на шаг дальше чем до этого если до этого у нас это происходит и мы не обращаем это внимание мы просто идем дальше просто бежим то сейчас мы уже обращаем это внимание это уже показывает что мы дальше это не повод к отчаянию к расстройству а наоборот это первая вещь которую мы хотели бы говорить вторая тоже это вещь которая может нас остановить и если мы это поймем глубже это поможет нам преодолеть много барьеров виланский гон пишет что я царара вот эта вот сила зла которая внутри каждого человека и которая цель разрушить нас она использует часто особое орудие это сделать из из оборот из плохих вещей из плохих действий что как митва она говорит что самом деле пойти рассказать плохое об этом человеке это огромнейшая митва это 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 лучшее что можно сделать потому что все бы знали что насколько он плохой насколько нужно от него от гордиться и это на самом деле это действительно бывает иногда так но в этом случае нет но я цараран использует это оружие что это митва на самом деле это 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 ужасная вещь нужно кому-то опозорить перед всеми чтобы опять же показать насколько это плохой человек или в наши еда также в инстагон говорит что мы будем кушать даже в шаббат в емте мы будем кушать гораздо больше чем нам это нужно чтобы дать силы и опять же я царарь говорит это же митва это же прекрасно это же нужно наслаждаться это праздник поэтому очень часто она особенно люди люди которые находятся уже на каком-то уровне то я царая сложно действительно взять человека и заставить его сделать что-то полностью неправильно поэтому она одевает эти эти плохие вещи она одевает их в в одежду митвот заповедей она их украшает и она изменяет это это на манипулирует наше воображение наше нашу фантазию и она думаю мы нам кажется что это хорошо что на самом деле это именно то что ашем от нас хочет в шаббат в талмуде шаббат айнг это 75 а сказано что шахет тот кто резник тот кто зарезает животное он хаяф он нарушает шаббат какая из малоход какая из действия он решает это сове он красит он что-то изменяет так как нужно чтобы кровь вышла на на животное чтобы видно было что это здоровый здоровое животное поэтому это считается что этот сове он красит эту шкуру большим тоф говорят что он объяснил тугимару больше в то направление о чем мы сейчас говорим как дружь он говорит что шахет это тот кто зарезает это я царара это наше вот это зло это также одно и то же что кто мало хамовет это англ смерти он шахет он он нас старается зарезать он старается зарезать каждого человека душу он старается ее отрезать от человека чтобы она не смогла найти до совершенства для чего мы здесь этот шахет он хаяф он виноват потому что он сове он перекрашивает он берет оверот берет грехи он берет плохие плохие вещи он их красит он их украшает и теперь из них становится митсвот это то что он делает чтобы манипулировать нас он делает это чтобы дать нам эту иллюзию что это на самом деле то что ашам хочет от нас в есть один раввин который с очень отличным чувством юмора он рассказывал один раз о себе что значит есть есть диабет на из диабета там у человек рождается с этим или что он потихоньку приобретает его не что он не родился он действительно долго работал чтобы действительно он всеми своими силами годами годами этот диабет поднимался поднимался пока ему уже это было стало совершенно опасно для его жизни и когда ему предлагают мне предлагают какие-то сладости какие-то пироги и так далее то я спрашиваю их это действительно за это стоит умереть в моем ситуации это уже опасно тоже опасно на жизнь стоит для этого умереть мне уже не раз сказали что да и я должен только отметишь только один раз может быть может быть два раза они были правы на как бы это этот этот иллюзия это вот это насчет еды это очень легко понять это человек начинает думает что это нас то это как бы доставит ему такое огромное удовольствие когда это уже у меня в руках и потом это мне во рту и потом мне в животе это уже проходит значит вот этот совая этот аспект что я церара нас украшаю что-то украшает она что-то чтобы назвать и и изменяет действительно настоящую картину мы видим в сейфе шмуэль в книге шмуэль рассказывается в шмуэль аллаф шмуль 1 говорится о том в двадцать четвертой главе как шауль царь шауль он бежит за он гонится за давидом который уже по пути стать следующим царем и в один момент шауль он заходит в пещеру где скрывается давид со своими приближенными и в этот момент что находится один он ищет место где быть наедине скромное место и в этот момент приближенные давида обращаются к нему и они говорят смотри вот ашем дает тебе шанс покончить с твоим врагом вот я придаю денег которым говорил тебе ашем вот я придаю врага твоего в руки твои сделаешь с ним что захочешь они обращаются к давиду горят вот это твой шанс наконец-то шауль он один ты можешь войти туда ты можешь убить он гонится за тобой на что дайдамеллах не отвечает он проходит туда он крадется за шаулем сказано что скромность шауля была то что он не просто искал место где он где бы никто не видит а так как ему нужно было как бурно как сказать да и он зашел в пещеру за пещерой дайдамеллах он крадется за ним и в тот момент у него действительно есть шанс его убить и и сказано что он вот он сказал вот и придаю и стал давид и тайком отрезал край плаща шауля и после этого и было после этого больно стало сердцу давида что он отрезал край одежды шауля сказал он людям своим не приведи я шэм чтобы сделал я такое господину моему шаулю помазаннику хм он царь он был избран хм творцом чтобы наложил я руку мою на него ибо он помазанник творца и сдержал давид людей своих этими словами не дал им восстать на шауля окей что тут происходит спрашивает альших альших а кодыш спрашивает если дайдамелл знал что он не собирается он не может помазанник творца шауль то нужно было им сказать действительно вы думаете что я сейчас пойду его убью нет это это шауль это избранный царь ашемом поэтому нет никакого причины никакого шанса чтобы я убил нет он крадется туда на отрезает кусочек только после этого он возвращается и объясняет свои своей команде своими своим людям что нет это мы не будем убивать он сдерживает их хотя это действительно постоянной опасности находится постоянной опасности шар со всей своей армии он он гонится за ним чтобы их всех уничтожить что произошло с дойда мэллах что было сначала что было сейчас обещает альших потрясающая вещь говорит дойда мэллаха была дилема с одной стороны действительно шарлет он родов то что ему сказали он родов он за тобой гонится чтобы тебя убить закон когда человек гонится за того чтобы убить то должен встать и больше идти как самозащита убить его до того как он сделал то что он хочет как как шестидневная война надо часть то что спасите свои спасти свою жизнь это в том что пойти и обезвредить твоего врага который нападает на тебя у дойда мэллаха дилема действительно это так у меня действительно митство заповедь обязательство пойти и убить шауля или нет на самом деле это не то что ажем от меня хочет это нельзя делать шауль он избран творцом он думает что я угроза для него и поэтому он делает все правильно тем что он гонится за мной и я не должен его трогать дойда мэллах делает тест он делает испытание он идет он отрезает от нее кусочек его материала и он смотрит как его тело как его душа отреагирует на это здесь написано и он стал дать и таком отрезал край мило шауля следующий пасук и было после этого больно стало сердцу давида сказано что у него был его моем ваях лев добит его сердце было ранено поэтому дойда мэллах сказал что я проверил на своей душе на своем теле если как она отреагирует у него и уровень его тело было настолько чтобы чувствительным что правильно и что нет и он не что видишь если уже на то что отрезать кусочек его материала его одежды уже я реагирую так конечно это не воля творца если убить его это точно не воля творца поэтому он приходит к этому заключению что это неправильно это я цара ему говорит что нужно его убить на самом деле это не так поэтому возвращается говорит нет халила он говорит ха сошел не дай бог чтобы я сделал такую вещь что убить помазанника творца это в этом надежду имеется ввиду что объясняют раввисов алба в и крим и маубин тоже это объясняет в этом месте говорят что наше тело нам заложена душа душа настолько си имеет огромную силу этот концепт что даже даже у невреев все понимают что из совесть это именно вот это вот что каждый из нас понимает где-то внутри что правильно что нет и мы видим это нужно только освободиться мы должны вот это открыть и и почувствовать это это то что доводом мелок сделал он проверил себя и он говорит что нет это не так не то что ашем от меня хочет мы видим это в в тейлим другом месте тоже это тейлим 16 пасук 7 что сказано что ашем я благословляю тебя который советовал мне ты мне дал совет как ты мне дал этот совет и ночами наставляли меня почки мои на яцни а флайл из из руник ли осы они мои почки они давали мне мусор они 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 воспитывали меня они мне показали что правильно сказать что в почках это это и ца это это совет находится это то что нас движет куда в правильное направление вместе что нас заложено прямо нашем теле в нашем теле заложено это и человек чувствует куда что действительно пальцем ну что все каждый человек который уже на каком-то находится уровне я уверен что все кто слушают это они уже видят в себе что мы действительно нужно кто остановиться и послушать себя и послушайте вас послушать увидеть какое направление нам нужно идти действительно это то что от меня хочет творится или нет и часто эти митсвот который кажется что действительно это так особенно к уторвение это не всегда это так нужно действительно посмотреть и проверить на себе куда нам направляться в шевит мусор также известная книга там пишется в двадцать пятой главе что решаем даже злодеи они млеим они наполнены хара тот сожалением как ремонт как гранат не море сказано что даже у злодеев них есть митсвот есть западе как у римона как у граната мы говорили об этом раньше здесь сказано немножко по-другому что у них есть они полное сожаление как гранат как мы сказали до этого это тоже здесь подходит также здесь у них очень много сожалений и в каждый момент когда они делают какую-то неправильную вещь если они еще не полностью себя отрезали от реальности них есть сожаление у них есть все таки все таки это неправильно все так это не так но это как ремонт как 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 гранат гранате есть очень много зернышек они не связаны с друг другом также все эти сожаления они почему они не изменяют что-то в этом раша если у нее действительно полный сожалений почему ты не изменишься неужели хочешь жить всю свою жизнь с чувствуешь что ты делаешь что-то не так потому что они остаются этими они не соединены вместе они все полностью отдельные они эти частички они там я сожалел там я сожалею там и сожалел но мне не вижу что они на самом деле это одно целое и поэтому я стоит человек остается там где он есть в кодска ребе легендарный адмор микотск в его доме сказали что постоянно из кражи на краже и много-много из его домачальцев семи его приближенных сказали что вот есть этот хасид который приезжает именно когда он приезжает тогда они видят что что-то пропадает наверно это он кодска реб он слышал он слышал он видит что надо что-то делать и он спросил где он ночует он ночью пошел к нему он сел около постели тот спал он подождал там несколько мгновений подождал и пошел обратно он сказал что это не он сказал как откуда он знает какая-то что как как этому помогло узнать и проверить что это за проверка он сказал очень просто я был там и видно что он спит как ребенок он спит спокойно полностью такая никто не ворочаться не мешает им ничего нет значит что он это не ворует он не вор человек который он делает его жизнь он он постоянно все равно будет чувствовать что что-то не так даже во сне это будет его мучить в еще как предложение этого мы последняя вещь что рыбыцка лоренц это известный раф южноамериканской общины он внука пришел за мной рыбах рассказывает что к нему пришел один человек и начал жаловаться он у него огромнейшая мудрость как помочь направить человека и этот можно сказать пациент поделился с ним следующей проблемой что я просыпаюсь и весь день с утра до вечера и чувствую подъем и потом падение подъем падение такое постоянное я чувствую недовольство я не могу как-то почувствуйте счастливым постоянно не бросается но конца другой я просыпаюсь игру мой дань и я благодарю твой отца что она возвращает мне душу я сразу же нужно помогать детям я должны всех их одевать нужно кормить я чувствую себя как как ганэнет как как воспитальница в садике как вот вот то что постоянно вот эти простые вещи такие банальные вещи которыми должен заниматься потом еду молиться а я молюсь это потрясающе я говорю с творцом у меня диалог у меня есть такой шанс привилегия обратиться со всеми молитвами со всеми вами поблагодарить за все потом я иду завтракать зайду я чувствую как животное я чувствую я ем-нем это все как бы настолько материально настолько низко потом я иду на работу на работе я вообще чувствуете как лошадь такой запряженная лошадь которая должна вести всю свою семью которая там сидит в телеге и не говоря уже вообще всех испытаниях на на в офисе потом у него есть мама которая очень уже пристарелом доме должен ходить к ней не постоянные помогать и он чувствуется как медсестра и вот эти все вещи чувством он что не доходит до никакой радости до 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 какой-то шлейму 100 гармонии за совершенство переживает без какого-либо удовлетворения страшное не удовлетворение флоренс ответил ему что что от него требуется это понять что он постоянно чувствует противоречие постоянно думает что на самом деле сейчас я делаю то что какая-то потеря времени потеря энергии потеря сил и на плейп асман известнейший расширива наш киах он из хеврон когда он встретил одного рапшон швадрон известного также ну еще молодым шанс швадрон сказал ему что в середине дня он не шел по улице своими ребенком не так жена заболела жена на работе ребенок заболел я не смог пойти учиться я должен сейчас идти в больницу в поликлинику с ребенком рассказал ему а начал ему его хвалить его хлопать по плечам говорит такой исход такая награда тебе досталось ты ты доверен еврейская душа еврейский ребенок ты у тебя есть возможность помочь у тебя эти вашим дал ему доверил тебе это сокровище ты сейчас и дешево чтобы у него было все хорошо с его здоровьем с его учебой и вся эта настолько огромнейшая твоя этот этот рапшон швадрон не говорим о каком-то простом человек он чувствовал себя не совсем как-то недоволен он он хотел быть бедмитраша он сейчас хотел изучать что-то тору и он чувствовал себя немножко не удовлетворен что он он сам рапшон швадрон ты перескал до конца своей жизни но это он научил его что нет сейчас ты делаешь самое лучшее что ты можешь сделать сейчас ты выполняешь это вода ташем это именно служба творцу про лоренс добавил что как мы смотрим на первого священника в храме мы смотрим как будто бы он какой-то резник бой не он там зарезает как как на как мы смотрим на ливи им которые там поют они какие-то проспевают песенки на какой ним которые должны были убирать всю кровь все все эти места они они уборщики они они не дворники и этот пациент скажет что нет конечно нет это же самое великое что можно сделать храме у творца ведь именно это то что человек должен себе понять каждый раз когда у тебя есть новая шанс новая стадия новый период твоей жизни в твоей в том дне посмотреть что это то что от тебя требуется это то что ты сейчас делаешь аудаташем шелхана рух говорит обо всем говорит о молитве как просыпаться на этой молитве как воспитание детей он говорит о как правильно питаться как правильно наслаждаться он говорит о работе сразу симан предложение шелхана рух как только заканчивать молиться следующий глава шелхана рух это как он выходит на работу он посоветовал ему учи учи пока посмотри сколько законов сколько родца нашим сколько воли творца кроется во всем том что ты делаешь что проблема что ты чувствуешь что у тебя стирот тебя противоречия ты думаешь что ты занимаешься чем-то хорошим духовным и догнали и потом противоречия этому потом наоборот и потом опять туда-обратно вам сказал это тоже связано с шаббат что когда человек шаббат что-то разрушает это не считается малахаха шва ты начинаешь что он что-то сделал но когда он разрушает что чтобы построить тогда это молха-хашева тогда это называется работы называется каким-то действием то что мы здесь если человек он делает что-то он читает не продуктивные но на самом деле это это его приводит к чему-то тогда это продуктивно то же самое здесь есть очень много нашей жизни периодов когда мы думаем что мы мы на самом деле это 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 потеря времени это потеря нашего нашего потенциала и так далее так далее это нам опять же приводит к к такому недовлетворению отчаянию и очень важно понять на самом деле шелхана рух он соединяет он наши психиатры психологи они посоветуют человеку делал какой-то хэсэ добрые дела другому делать занимайся спортом другому отдыхай больше это все какие-то вещи которые действительно могут принести какое-то удовольствие шелхана рух он делает из собирает множество жемчужин нашего дня нашего времени он их делает шаршерит мы делать одной цепочкой одним целым то что очень важный человек чтобы достичь какую-то полноценность совершенстве должны это все соединить шелхана руха начинается с шевиси ашем и негде саммит поставь творца перед тобой постоянно и последний семян самом-сам конце шелхана орхайм рима пишет что миште лев там что там говорится о сиудат пурим о трапезе пурим там он говорит что человек его его радость она постоянно начинается стомит кончается стомит как каждый день мы приносили две жертвы томит но это говорит что постоянность нужно чтобы была какая-то постоянность нужно чтобы была какая-то целая мы должны зато сделать цепочку если человек делает какие-то хорошие дела там и там или какие-то удовольствие получает это может быть какие-то жемчужинки которые разбросаны здесь мы делаем одну цепочку ну целый действительно каждого из нас жемчужина никогда побольше на поменьше более красивый более чистый да но главное чтобы это было одно целое одна цепочка чтобы это было вместе в поэтому мы должны понять что 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 мы начали сначала мы работаем над собой мы оставили нашей наша речь наша молитва на наша нашему на нашу вера на упование хорошеватого позитивное мышление и когда мы видим что мы еще не достигли цели это хороший знак от именно что мы уже обращаем на это внимание мы уже приближаемся к тому что мы чувствительны к этому мы мы более видим что это это эти капельки они они достигли своей цели я уже начинаю видеть это мне кажется что это я полный недостатков это хорошо это значит что я уже на следующем уровне я уже принимаюсь это постоянно постоянно меня меняет постоянно есть плавные движения есть отпечатки которые постоянно на меня понимают выше мы сказали что в нашем кроется в нас огромнейший вот этот потенциал это душа которая нам подскажет как правильно вести не не поддаваться этим иллюзиям когда и церарь нам постоянно пытается наша манипулировать наше наше воображение и сделать из-за из плохих вещей хороший нет мы на у нас есть душа у нас есть что-то что что мы должны прислушаться после песок сейчас мы у нас чувствуется тоже что вот этому убрали этот хамец который очистили не только свой дом но тоже себя у нас есть какой-то больше кислорода у нас больше какой-то связи с чистотой с с ясностью и именно это помогает нам видеть вещи ясно и постараться чтобы это было хоти ваяхас чтобы это было какое-то целое и увидеть что в нашем нашем дне нашим полом возможностей делать радца нашим воли творца и где мы не находились в каком месте в какое время это шанс действительно расти действительно продвигаться дальше вае за сашем чтобы мы все преуспели что мы это увидели чтобы мы нашли в этом мы гордились этим мы мы нашли этом радость и удовлетворение и это на нас больше сил приближаться выше 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 и даст много нахаз для хм спасибо успеха